Новости с колёс не оставили без внимания выставку белорусской и российской техники на ВДНХ. Мы уже рассказали про грузовики марок БелАЗ, МАЗ и КАМАЗ. Однако среди экспонатов нашлось ещё немало интересных экземпляров. Так представленный в 2019 году автобус МАЗ-303 продолжает удивлять широкую публику эффектным дизайном. Это третье поколение пассажирских машин, буквально напичканное современными агрегатами и передовыми решениями. В 303-м МАЗе достаточно много импортных комплектующих, но есть 203-й, то есть представитель прошлого поколения. И он считается полностью импортозамещённым. Двигатель, коробка, мосты – белорусы всё это могут делать сами. Более того, такие импортозамещённые машины будут вовсю поставляться в Россию. В частности, в Санкт-Петербург, где трудится огромная флотилия МАЗов. Вообще белорусы привезли массу всего интересного. Были даже коммунальные и пожарные машины. Но большую часть экспозиции заняла сельскохозяйственная техника. Например, МТЗ не поленился доставить около десятка своих тракторов. Мало кто знает, но тракторы Беларусь, Минского тракторного завода, хотели и хотят выпускать в Татарстане. Освоить сварку и сборку кабин, но двигатели ставить Каменс. Теперь понятно, что с двигателями Каменс придётся распрощаться, а вот сам проект неизвестно, жив ли или нет. С российской стороны, пожалуй, главным шоустопером оказался огромный рост сельмаш модели 2375. Этого монстра принято называть майбахом среди тракторов. И не удивляйтесь восьмиколёсной схеме. Поворачивается здесь ломающаяся рама. Тракторы такого класса мощностью 450-500 лошадиных сил считаются флагманами. Делать их сложно, дорого, и к этому готов далеко не каждый завод. Например, в Беларуси техники такого класса нет, но они обещают начать её выпуск примерно года через 2-3. В России машины такие выпускаются, но в них большое количество импортных комплектующих. Не меньше внимания привлёк топовый Кировец от Петербургского тракторного завода. Многие аграрные холдинги и крупные хозяйства рассматривают модель К7М как основную машину для ведения хозяйства. Ну что, импортозамещение так импортозамещение. Прощайте, Джон Диры и Катерпиллеры. Здравствуй, вот такой Кировец К7М. Причём, что самое интересное, здесь стоит российский двигатель Тутаевского моторного завода. Хотя на экспорт такие машины предполагалось отправлять с моторами Мерседес-Бенц. Ну теперь понятно, что Мерседес-Бенца не будет, а вот ТМЗ останется. На самом деле, за скобками наших новостных выпусков осталось ещё немало любопытных машин. И вдвойне жаль, что часть экспонатов участники увезли сразу после открытия мероприятия. Но и того, что осталось, хватило, чтобы привлечь гуляющие по ВДНХ массы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok